Итак, презентация финальной формы прошла, мы посмотрели её вместе с вами на стриме, там же и обсудили, а в этом видео я перескажу ключевые факты и анонсы с презентацией, но и своими впечатлениями тоже немного поделюсь. Финальная форма выйдет 27 февраля 2024 года, предзаказ уже открыт, за оформление предзаказа с пропуском вы получите сразу же новый экзот, плазменную вывинтовку, тесселяция. Знаю, что многие спрашивали как оформить предзаказ для российских аккаунтов, как пополнять и так далее, вот сейчас будет минутка спонсора и он к слову как раз поможет с этим разобраться. А ещё у меня для вас крайне интересная новость и предложение от моего хорошего приятеля паблика Destiny Барахолка в ВК. Там только-только стартовал мега-крутой розыгрыш к выходу нового сезона, такого вы точно ещё не видели. Разыгрывается 26 коллекционных игровых эмблем и, внимание, 3 премиальные полноразмерные реплики оружия. Рейдовые 1000 голосов, мифоборец вексов и, лично мой любимый револьвер из Destiny 2, солнечный выстрел. Ещё в списке призов аксессуары из натуральной кожи и ценных пород дерева с именной гравировкой. Просто под флекс. Для участия нужно лишь вступить в группу и поставить лайк на пост с розыгрышем. Всё, даже репостить не надо. Ссылка с розыгрышем будет в описании к видео. Действие The Final Shape происходит внутри Странника, в которого мы попадём через портал. Та самая локация, которую мы могли видеть ещё в первом летнем тизере с появлением Кейда 6. Новая локация называется Бледное Сердце. Банжи описывает её так. Здесь трещит по швам самовечность. Здесь нет ничего постоянного. Здесь нас преследуют отзвуки нашего прошлого. Здесь вам, если вы не сгинете среди миражей, откроются истоки Великой Войны. Часть дизайна локации основана на опыте прошлого, из нашего большого путешествия с 2014 года. Тут можно увидеть фрагменты локации из первой части, например, Венерианские пляжи или Старую башню. Локация словно бы рождена в противостоянии Странника и Свидетеля. И от проклятия последнего мы будем её очищать в ходе сюжетной кампании. Странник как бы просит нас о помощи, так что он не умер, если кому-то так показалось после конца света. Цель Свидетеля, чтобы всё во вселенной застыло в совершенной форме. Это он и называет финальной формой. И этого нам нужно будет не допустить. Сюжетка позиционируется как глубоко личная. Она связывает множество линий родных нам персонажей. Икоры, завалы, саватун, призрака нашего и, конечно же, вернувшегося Кейда 6. Кейд, как мы и предполагали, должен будет выступить в роли нашего Проводника через всё противостояние. Хотя Банджи ещё этого не сказали напрямую, в сообществе уже появились предположения, что Кейд 6 может быть созданием самого Странника, подобно тому, как он создал зоны и места из нашего прошлого. Зная нашу привязанность к Охотнику, кому как не ему мотивировать нас на последнее сражение. Показали и новых врагов, типа Торменторов-Истязателей из конца света. Их назвали в этот раз Поработители. Противники обладают способностями Нити и Стазиса и способны усиливать и бафать других, более мелких врагов, находящихся рядом. При первом запуске дополнения всё будет сконцентрировано только на компании и только на главной истории, и лишь после её полного завершения откроется свободное исследование Бледного Сердца. Также мы получили подтверждение, что со свидетелем мы столкнёмся всё же лицом к лицу только в новом рейде. Факт, которых многих разочаровал, никакого нового красного подкласса, как предполагалось ранее, не показали, а предпосылки к этому, напомню, были, его как бы сливали. Есть по одному новому суперу для каждого класса. Варлоку добавили новый солнечный супер, похожий на тот, который был у Сансингера в первой части, но без воскрешения. Титану добавили пустотный супер с метательной секирой, а Охотникам электрический метательный клинок. У каждого подкласса также появятся новые аспекты. Это, конечно, странно, с учётом того, что было бы логичнее развивать подклассы тьмы и добавлять им новые типы суперов, но выбрали свет. Наверное, чтобы не идти наперекор сюжету, я не знаю. Было рассказано о нескольких новых экзотиках, например, о плазменной винтовке, которая уже доступна в итоге за предзаказ сейчас в игре. Она может использовать стазис или нить для атак. Снайперская винтовка, стреляющая как солнечный выстрел охотников, по крайней мере, этим вдохновлялись, по словам разработчиков. А ещё перенесённые из первой Destiny дыхание дракона и хвостов. Новые архетипы оружия тоже завезли. Их будет несколько. Будет у нас пистолет с наводящимися патронами мини-ракетами. И автомат на поддерживающей раме, которая может лечить союзников. Да, странно, но посмотрим. Ну и кое-что из системных изменений. Практически все активности будут иметь фиксированный уровень силы с различными уровнями сложности. Странное решение, конечно, не оставлять игрокам преимущества от прокачки. Два примера, в которых сила всё ещё будет иметь значение, это сумрачные налёты и рейды в режиме соревнования первого дня. Кроме этого, будет введена новая система «Сила команды», которая будет определять уровень силы самого высокого члена команды и применять его ко всем, чтобы остальные участники не чувствовали сильного недобора по прокачке. Всё ещё не очень понятно, зачем тогда в игре прокачка вообще остаётся. Вводится возможность перепройти старые значимые миссии из прошлых дополнений, позволяющие как-то сложить в голове прошлый сюжет. В миссии также добавят новые сведения, которые лучше объясняют игроку, ключевые сюжетные линии. То есть полностью, конечно, сюжетки старые не возвращают. Но вот, например, первую миссию «Отвергнутых» можно будет перепройти. Кроме этого, Банжи полностью меняет сезонную модель в Destiny 2. Вместо четырёх сезонов в году, теперь будет три так называемых эпизода, которые можно проходить в любом порядке. Каждый эпизод будет содержать новый сюжетный контент и награды, включая новое экзотическое снаряжение, оружие, задания. Эпизоды будут состоять из трёх актов. Новые акты будут выходить каждые шесть недель, в них вы найдёте новые истории, задания, поручения, модификаторы артефакта и так далее. Первые три эпизода называются «Эхо», «Неупокоённый» и «Ересь». Они выйдут в год финальной формы и будут посвящены последствиям событий, произошедших в The Final Shape. И это единственное, что у нас есть о том, что будет в игре после финальной формы. В общем-то, и всё. По дополнению, инфа на этом заканчивается. Да-да, мало, но давайте всё же помнить, что это фактически финал саги. Но не игры, кстати. А значит, всё же о многом, если не о половине, пришлось умолчать. Ведь любой намёк может стать спойлером. Я думаю, что и новый подкласс всё ещё возможен, просто его подробности и вид могли дать нам понять какие-то ключевые сюжетные решения. Так что да, мало нового. Фактически, ну, ничего толком. Презентация фокусировалась на том, чтобы показать, что будет эпично, будет ярко. И это финал нашего долгого путешествия. Но выкладывать все карты на стол, конечно, никто не стал. Будем удивляться в феврале на релизе. Кроме формы, речь шла и о новом сезоне, который стартовал вчера. Сезон «Колдовство» в русской версии называется. Во время сезона мы, вместо того, чтобы воскрешать Саватун напрямую, Эрис обратится к ней, становясь вот такой страшный ульевой Эрис. Мы подпитываем её силу сезонными активностями в течение всего сезона. Среди этих самых активностей – шпиль Саватун, судя по всему, стандартная сезонная арена, а также алтари призыва, которые выглядят как нечто среднее между хорд-модом и рогаликом. Вы сможете продвинуться по активности настолько далеко, насколько захотите, и с каждым разом будете получать всё больше награды, в зависимости от того, как далеко по активности уйдёте. Похоже, что главным противником сезона всё же будет Зиву Арат, и она действительно появится в игре лично, наконец-то. Неясно, убьём ли мы её в конце сезона, или это будет просто свидание, но встреча всё же быть. Запускается обещанный ротатор экзотических миссий, благодаря ему у игроков будет возможность вновь пройти миссии типа «Предвестия» на Гликоне, а в наградах появятся крафтовые версии трёх видов экзотического оружия. Ну а 1 сентября, на следующей неделе, в игре откроется новый возвращённый рейд из первой части «Крах Кроты», «Кротос Энд». Рейд, который в оригинале рассказывал историю того, как стражи убили сына Орикса, и именно с этого момента началась вся суета противостояния Улья и его богов с нами. Интересно, как переработают механики и сюжет. Рейдовым экзотиком станет автомат «Некроказм», который и был главной наградой в оригинальном рейде. Ну вот, пожалуй, и всё. Это все основные моменты прошедшей презентации, как я уже говорил и на стриме. Не скажу, что есть лично у меня разочарование, но понимаю, что кто-то его может сейчас испытывать, кто-то, я видел, прям бомбит, что нам ничего не показали. Но нам показали минимум чего-то нового, конкретного. Нам скорее показали то, что мы уже знали, чего мы себе нафантазировали отчасти. Просто в такой красивой, яркой, блокбастерной оболочке. Но, как я уже говорил выше в этом ролике, всё же ближе к дополнению нам дадут ещё больше инфы. И я думаю, что может даже проведут какую-то дополнительную презентацию после, в которой расскажут, что будет с игрой через год после Final Shape. Это всё ещё остаётся открытым вопросом. Вроде как бы будут поддерживать, но как именно, непонятно. Эти эпизоды, они не особо пока к ним доверие есть какое-то. Безусловно, это всё связано с тем, чтобы не испортить впечатление от самого приключения финальной формы. Так что да, ждём дальше инфы. Спасибо за просмотр. Не забудь подписаться и написать в комментариях, как тебе презентация. Там, оценочку поставь. До связи. За все эти годы мы так и не поговорили об этом. Почему ты здесь? Почему выбрали тебя? Дело в том, что тогда я не знал. Лишь чувствовал. Но знаю теперь. после всего, что мы видели. Всего, что мы потеряли. Эта битва может оказаться последней. Поэтому скажу тебе в последний раз за дело кто-то Продолжение следует...